Полноценная разминка и детальный инструктаж этим спортсменам определенно пойдет на пользу, ведь им через пару минут выходить на довольно тяжелое испытание – экстремальный заплыв на несколько километров по открытой воде. Такую массовую акцию назвали «Дружба». И не зря. Приурочены соревнования к памятной дате окончания Второй мировой войны. Маршрут известный нам, мы плавали по нему уже много раз. Это заплыв вокруг полуострова Басаргина. Только мы дистанции в этот раз сделали 2, 3 и 5 километров. Решились на такое приключение самые разноплановые участники. Гостем соревнований стала большая делегация сразу из шести городов Китая. Большинство азиатских пловцов, к слову, уже за 35. Владивосток же, напротив, представил практически все возрастные категории. Это, например, 11-летняя Маргарита, которая захотела проплыть 5 километров со всеми наравне. Я 5 лет занимаюсь плаванием и имею второй взрослый. На тренировке мы плывем разминку километр, а на самой тренировке проплываем, наверное, 3. Где-то так. На первый взгляд, гостей из Поднебесной на старте больше, чем приморцев. Неудивительно. Ведь в Азии, и особенно в Китае, экстремальные заплывы – очень распространенное явление. Ежегодно китайцы приезжают к нам также и на соревнования по зимнему плаванию. Говорят, таким образом убивают двух зайцев. И Владивостоком любуются, и необычным спортом занимаются. Я сама уже на пенсии, но продолжаю заниматься спортом. Особенно люблю плавать. Я готова к этим соревнованиям. У вас красивый город, а местные пловцы очень крутые. С водой участникам повезло – 23 градуса. А вот с волнами не очень. Довольно тяжелая вода на старте затормаживала пловцов. Однако обошлось без происшествий, и все спортсмены достигли финиша. А победители заплыва получили памятные призы. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на 8.